Друзья мои, в рамках психологических школ на нашем проекте «Стимул жизни» мы поговорим про общение. Ведь люди постоянно озабочены проблемой общения, умением разговаривать как с другом, так и с начальником, находить общий язык с мужем, женой, ребенком, ну и другими родственниками. И это не соцфобия, это просто неумение, ведь мы учимся всему и учимся общению. А вот из нашего общения и складываются наши отношения. Многое зависит в жизни человека от того, как он умеет общаться. Ведь посмотрите, как часто бывает, что разговор не клеится, как кто-то не может какое-то слово найти, продолжить разговор. Ведь общение – это такой многоуровневый процесс установления контакта, развития отношений. Он представляет собой не только обмен информацией, но и умение воспринимать другого человека, эмоционально на него воздействовать. И вот в общении, а вы можете прочитать на страницах нашего проекта про общение довольно много, и рекомендации упражнений различают два вида. Это вербальное и невербальное. Общение вербальное с помощью слов. Верба, словесный. И главным элементом здесь является язык. Язык общения с этим человеком. Ну, на том языке, которым вы выражаете свою мыслительную деятельность. Но вы должны понимать, какой бы язык ни был, что смысл фразы усваивается только тогда, чтобы фраза состояла не более из 13 слов. А лучше всего – 7 слов. Тогда смысл этой фразы будет освоен вашим собеседникам. Но еще важна и скорость речи. Скорость речи – это 2,5 слова в секунду. Представьте, на эскалаторе 5 слов в секунду, и вы будете вылетать с эскалатора. Посмотрите, как многие быстро говорят. А говорят быстро только потому, что им хочется донести. Быстрее, быстрее донести, чтобы вас поняли. А вас не будут понимать. Далее. Фраза должна произноситься с паузами. Ну, дать процесс осознавания этой фразы. Когда вот, например, я приведу пример мужчин. Он слушает вас, то он уже через 10-15 секунд начинает думать, чтобы вам ответить, чтобы добавить к предмету этого разговора. И если не успевает и не вклинивается в этот разговор, ему становится разговаривать с вами неинтересно. И запомните, что человек, вот когда высказывается, он говорит, ну вот 80% того, чего он хотел бы сообщить. Ну, а 20% это как бы шелуха. Она необходима. А вот кто его слышит, воспринимает только 70% из того, что он говорит. Он понимает 60%. Ну, а в памяти остается всего 10-15%. Понимаете? Поэтому большой объем информации человеком не усваивается. Как говорится, лучше одно и то же повторить несколько раз в разными вариантами. И также должны вы помнить, что запоминается последняя часть информации. Хуже первая. Ну, а средняя часть информации, ну, как бы забывается. И еще вы должны понимать, что память наша человеческая способна сохранить 90% из того, что человек делает руками, действиями какими-то. 50% способна сохранить из того, что он видит. Вот картинки, как кино. И всего 10% из того, что он слышит. Понимаете? Сколько бы вы ни говорили, он сохраняет в памяти 10%. Но уже запомните еще одну вам маленькую вещь. Вот прерванные действия, прерванный какой-то диалог запоминается в два раза лучше, чем законченный диалог. Как часто я слышу людей, которые хотят закончить, добить человека. А может быть, остановиться, ну, как птица в полете. А потом вернуться в следующий раз. Пусть он это усвоит. Своит 10%. Значит, слишком большой объем информации вас будет утомлять. Поэтому вы послушали меня и прочитайте, что написано. Несколько раз. Запомните это. Прорепетируйте. И там даны упражнения. Но есть и вторая. Второй аспект общения. Это невербалика. Невербалика – это и позы, жесты, мимика, интонации, тембр, скорость речи, взгляды. Даже ваша одежда, тот интерьер, дискурс, в котором ведется ваша беседа. Вот эти материальные объекты, они также влияют и на запоминание, и на объяснение этой темы, которую вы преподносите своему визави. И самое главное – это эмоциональная окраска. Все, что сухо, нудно говорится, вам не запоминается. И вы часто нудны, как старая учительница, говорите своему мужу, своей жене, не говоря уже про ребенка. Конечно, все это контролировать вот так сразу трудно. Но этому можно научиться. И нужно научиться. И вот этому мы будем с вами учиться в рамках нашей школы. И запомните, что только словами передается 7% информации. 30% передается звучанием голоса, тональностями, интонацией, тембром. И 60% передается взглядом, жестом, мимикой. Можно сказать «корова». Можно сказать «корова», а можно сказать «корова», а можно сказать «корова». Одно и то же слово. Но звучание, интонация, мимика – разное, и значит смысл этого слова различен. Поэтому, друзья мои, записывайтесь в наши школы, подписывайтесь на мой канал на Ютубе, смотрите, делайте упражнения, читайте, задавайте нам вопросы, потому что от вашего общения, от умения вашего общения зависит качество вашей жизни, зависит, сколько у вас будет друзей, будете ли вы любимы, будете ли вы популярны в своей компании. Поэтому давайте заниматься, заниматься в наших школах, не только общением, но и ряду других дисциплин. До встречи, мои друзья!